С сегодняшнего дня туристы вновь могут посещать одну из популярных достопримечательностей курорта. В рамках трудового лета в городе работает 1349 ребят. В каких условиях трудятся школьники и соблюдают ли работодатели трудовое законодательство? Сегодня проинспектировал глава Сочи. Ставка на розу хутор. Сочинский горный курорт вошел в топ-лист основных претендентов на место на новых банкнотах. Глубоководные выпуски в Сочи морю не вредят. Такие показатели предоставляют сотрудники экоаналитической лаборатории. Кубань вошла в тройку самых экономически активных регионов страны. Исследования проводили эксперты высшей школы экономики. Лидерами экономической активности стали семь субъектов Российской Федерации. Белгородская и Ленинградская области, Краснодарский край, Удмуртия, Пензенская область и Крым с Севастополем. Аналитики оценивали динамику выпуска и оборота в пяти направлениях – промышленности, строительстве, розничной и оптовой торговли и платных услугах. В нынешних условиях экономика Краснодарского края по сравнению с другими регионами показывает более устойчивую и положительную динамику, прокомментировал результаты рейтинга губернатор Вениамин Кондратьев. Сельское хозяйство, промышленность, транспорт показывают рост. У нас есть определенные сложности, в частности в строительном секторе, в розничной торговле. За пять месяцев с начала года строительство упало более чем на 20%. Среди причин – объективный рост процентов по ипотечным кредитам, снижение покупательской способности населения, уменьшение инвестиций. Но мы надеемся, что к концу года мы сможем примерно в два раза сократить это падение. Результаты рейтинга высшей школы экономики приведены по состоянию на май 2016 года. А вот Краснодарский край в виде федеральных дотаций получит больше полутора миллиардов рублей. Деньги, которые сейчас поступят в регион, это первый транш в рамках компенсации за переданный в собственность федерации медиа-центр в Сочи. Сменить собственника объекта еще в прошлом году предложил губернатор Вениамин Кондратьев. Полученные средства распределят по различным бюджетным направлениям. Всего на поддержку казны 44 регионов в этом году выделен почти 21 миллиард рублей. А теперь непосредственно к новостям курорта. В Сочи начались проверки пляжей. По поручению мэра комиссия должна выяснить, как арендаторы обеспечивают безопасность отдыха туристов и местных жителей. Сегодня проинспектировали Хостинский и Адлерский районы. Недостатки в организации отдыха туристов есть. Ситуация не критическая, но и замечаний немало. Так, к примеру, на пляже Мацеста на воде не было спасательной шлюпки. Плавсредство находилось на берегу кромки воды. Хотя по правилам, которые действуют в Краснодарском крае с 2010 года, лодки вместе со спасателями должны постоянно курсировать вдоль берега моря. Не увидели проверяющие и спасателей на своих постах и на берегу. Взбираться на свои вышки они начинали лишь тогда, когда замечали лодку МЧС проверяющими на борту. И такое положение дел с безопасностью было на всех пляжах. Вывод комиссии – люди, которые отвечают за безопасность на воде, свои обязанности выполняют не в полном объеме. Серьезные претензии были у проверяющих к организации работы Адлерского пляжа «Чайка». Не все зоны для купания выделены буйками. Люди плавали в запретной зоне. А спасательная шлюпка вообще лежала перевернутая на берегу в нескольких десятках метров от воды. Отсутствуют спасатели, отсутствуют шлюпки на воде. Недостаточно инвентаря, насколько мы сегодня это наблюдали. Начиная от Хостинского района, заканчивая Адлерским. Хотелось бы уделить внимание, также отсутствуют зоны купания для детей на некоторых пляжах. Говорить уже мы больше не будем. Мы сейчас требования выставим, установим срок один день. Если в этот срок требования выполнены не будет, значит с пользователем пляжа будет расторгнут договор. Вот и все. Арендаторы пляжа Адлерского и Хостинского районов приглашены на встречу с главой города. Она состоится завтра. И не исключено, что после нее с некоторыми из них будут расторгнуты договоры. Что же касается глубоководных выпусков, то Сочинскому морю они не вредят. Такие показатели предоставляют сотрудники экоаналитической лаборатории Сочинского водоканала. Инженеры, бактериологи и химики ежемесячно проводят анализы степени очистки хосфекальных сточных вод от четырех очистных сооружений. В очередную инспекцию отправилась и наша съемочная группа. До мест глубоководных выпусков очистных сооружений специалисты экоаналитической лаборатории выезжают на катере. Его предоставляет парусный центр. Первый забор проб воды проводится на расстоянии двух километров трехсот метров. Чем дальше от берега, тем сильнее видно цветовое отличие морской воды. Но чтобы уверенно заявить о том, что степень очистки стоков соответствует нормам и не наносит вреда экологии, необходимо провести анализы. Для работы инженером-бактериологом потребуется вот такой вот алюминиевый пробоотборник, 96-процентный спирт и зажигалка. Но это вовсе не для забавы. Перед каждым забором воды специалисты экоаналитической лаборатории проводят дезинфекцию пробоотборника. Сейчас вот мы увидим, каким это идет способом. А теперь нужно проявить максимальную осторожность при заборе материала и в дальнейшем переливание взятой воды в специальный сосуд, чтобы лишние бактерии не попали. Причем делать это в спасательном жилете совсем непросто. И такая процедура проводится на каждом из четырех глубоководных выпусках в 250 метрах от, по течению и против, а также в так называемой чистой зоне, находящейся в двух километрах от глубоководных труб. Каждую пробу берут дважды. Одну передают для контрольных исследований в Роспотребнадзор, другую – в аккредитованную лабораторию, с которой сотрудничает Сочинский водоканал. Пробы находятся в холоде. У нас тут есть хладоагенты при определенной температуре. Потом это отвозится в лабораторию и исследуется тут же, на общие калифорненные бактерии. Количество бактерий, вызывающие заболевания кишечной микрофлоры человека на местах глубоководных выпусков, как правило, соответствует норме и даже намного ниже. Исследования проводятся и на содержание в воде химических веществ. Азоты все группы. То есть это амбонийный азот, нитратный, нитритный азот, дальше нефтепродукты, неоны, поверхностные активные вещества, взвешенные вещества, ну и еще ряд других. Таким образом, каждый специалист собирает специальную сумку-холодильник по 8 сосудов с материалом для исследования. И, как показывает практика, результаты проверок положительные. Это значит, что никакого экологически опасного влияния стоки, поступающие из четырех городских очистных сооружений на качество морской воды, не оказывают. Ведь для того, чтобы произвести такую фильтрацию на очистных сооружениях, проводится большая поэтапная очистка от различных загрязнений. Пробы морской воды на глубине берутся один раз в месяц. Кроме того, все глубоководные выпуски, привлеченные сочинским водоканалом, специалисты отремонтировали перед началом летнего курортного сезона. В море в районе Сочи, особенно в Лазаревском районе, сбрасываются стоки от очистных сооружений канализации, не находящихся в зоне ответственности сочинского водоканала. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. А вот, чтобы отдых был здоровым, для сочинских туристов подготовили памятку. Там все о том, как сохранить хорошее самочувствие в отпуске. Содержатся в ней простые правила, соблюдение которых позволит избежать многих жалоб на состояние здоровья. Об этом сегодня на межведомственном совещании по профилактике распространения инфекционных заболеваний рассказала заместитель главы города Ирина Романец. Участниками мероприятия стали руководители хозяйствующих субъектов санаторно-курортного комплекса и медицинских служб города. Увеличение количества жалоб туристов на плохое самочувствие приходится как раз в пик сезона. По словам специалистов, в большинстве случаев это связано с беспечностью самих же отдыхающих. Отсюда и вытекают отнюдь неприятные последствия, связанные с кишечными и другими видами инфекций. На первый план, конечно, выступает пищевой путь передачи. Это приобретение продуктов в неустановленных местах торговли. На второе место по факторам передачи выходит несоблюдение правил личной гигиены. Это и грязные руки, это и немытые фрукты и овощи, и неправильное хранение продуктов. Мыть руки, фрукты и овощи, а также избегать нахождения на пляжах в пик солнечной активности. Он приходится на обеденное время. Эти простые правила известны практически всем, но зачастую люди, приезжая на отдых, расслабляются и забывают об элементарных вещах. Напоминать о мерах предосторожности помогут памятки для туристов. Они будут раздаваться в отелях и гостиницах, на пляжах и торговых точках. Кроме того, на всех пляжах курорта будут звучать звуковые ролики с правилами здорового отдыха. Мы приняли программу об усилении мер профилактики распространения заболеваемости. Мы договорились со всеми хозяйствующими субъектами о том, что они неукоснительно будут выполнять все те решения, которые мы приняли на комиссии. Мы сегодня, мы разработали управление здравоохранения города, разработало дополнительные методические пособия, которые должны быть в зонах доступности, присутственных в зонах всех наших хозяйствующих субъектов, которые принимают клиентов. На следующей неделе состоится большое заседание санитарно-противоэпидемической комиссии, где каждый руководитель отчитается о том, как на его предприятии налажена профилактическая работа. Денис Романов, Владимир Киселев, телекомпания «ФКТ». С сегодняшнего дня туристы вновь могут посещать одну из популярных достопримечательностей курорта – 33 водопада. Напомню, около двух недель назад из-за массовых нарушений правил перевозки пассажиров, правоохранительные органы приостановили деятельность этих перевозчиков из соображений безопасности. Доставка туристов к 33 водопадам – основной сезонный заработок почти для 500 жителей Большого Кичмая. За день на этом экскурсионном объекте бывают сотни гостей. Но проверки показали, что при транспортировке людей на открытых грузовиках местные водители не соблюдают элементарные правила безопасности. Нет у них и разрешительных документов на перевозку пассажиров в горах. Эксплуатация ГАЗ-66 была запрещена. Местные жители обратились в администрацию города Сочи с просьбой помочь узаконить их бизнес. Глава города Анатолий Пахомов провел личную встречу со всеми участниками процесса. На совещание пригласили представителей ГИБДД, перевозчиков и экскурсионные фирмы, транспортные предприятия. В итоге была определена фирма-перевозчик, у которой есть все разрешительные документы и лицензия. А для прохождения ежедневного техобслуживания муниципальное предприятие «Сочи Автотранс» до конца летнего сезона предоставило свою базу Головинской автоколонны. Спасибо, Антон Николаевич, безвозмездно на этот сезон дали в пользование вот эти вот ямы, помещения и прочее, чтобы работа пошла и максимально, значит, быстро войти в сезон. Так как многие экскурсионные фирмы по Сочи с нетерпением ждут, когда же этот водопад откроется. По планам на линию в этом году выйдут примерно 20 единиц техники. Это модернизированный ГАЗ-66. Технические осмотры они будут проходить каждый раз перед и после выхода на маршрут. Для выпуска подвижного состава на линию здесь будет проводиться технический осмотр предрейсовый, технический осмотр после рейсовый, также медосмотр водителей. Предрейсовый, после рейсовый. Проводить его будут специалисты ИП «Данилян», которые будут выпускать подвижный состав на линию. Десятидневный перерыв и потеря заработка заставила многих изменить свое отношение к ведению бизнеса. Сами водители теперь шутят. Нет худа без добра. Утверждают, что за время вынужденного простоя привели свои автомобили в идеальное техническое состояние. И о штрафах за перевозку людей без путевого листа наконец-то можно будет забыть. До этого работали, ну кто как мог работал. Сейчас, потому что потихонечку, ввиду того, чтобы в целях безопасности вот эта процедура налаживается и будет как бы дальнейшая работа связана именно с безопасностью, которую вот мы хотим наладить. Раньше гостей курорта возили к 33-м водопадам прямо по руслу реки Шахе. Два года назад этот маршрут закрыл нацпарк. Теперь машины с отдыхающими ездят по грунтовой дороге. Кстати, ее местные предприниматели также обещают привести в порядок – спилить нависающие ветки и засыпать ямы. По словам самих работников этой отрасли, это в их интересах сделать свой бизнес максимально прозрачным и легальным. И не допускать к работе теневых предпринимателей, которые своей беспечностью портят репутацию перевозчиков на этом популярном маршруте. Для многих местных жителей это основной источник заработка, потому им выгодно, чтобы этот бизнес процветал как можно дольше. А это возможно только при соблюдении всех норм закона и обеспечении максимальной безопасности гостей города Сочи. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. У сочинских школьников в разгаре не только каникулы, но и трудовое лето. По городской программе «Временное трудоустройство несовершеннолетних» сегодня в городе работает 1349 ребят в возрасте от 14 до 18 лет. Трудятся они на самых разных предприятиях курорта. А вот в каких условиях и соблюдают ли работодатели трудовое законодательство несовершеннолетних, сегодня проинспектировал глава Сочи. Сочинские единороссы ответственно подошли к вопросу предоставления работы учащимся. Стажеры, так звучат должности работающих школьников, трудятся и в поликлиниках, и на хлебокомбинате, и даже в океанариуме. Но в основном на лето несовершеннолетних трудоустраивают предприятия санаторно-курортного комплекса. В этом году самое большое количество старшеклассников, а это 25 человек, работает в гостинице «Лазурная». Одиннадцатиклассница Марина трудится в хозяйственном отделе. Вот уже месяц помогает горничным. Наставники постоянно следят за нами, чтобы мы не перерабатывали, помогают нам, подсказывают что-либо. Заодно деньги заработают за лето, используя проведу время. Как-то хватит, чтобы подготовиться к школе, может купить себе форму школьную. Помимо школьников, свою первую зарплату здесь получат и студенты Сочинского кулинарного училища. У нас практика. Вы, в принципе, совсем скоро закончили этот колледж, придете либо сюда, да? Вы хотите, наверное, сюда время. Конечно. Хорошо, да? Как говорят, у нас кадров не хватает. Кадров надо воспитывать, воспитывать. Ведь у нас очень много людей, которые вышли из этого училища. И они работают. И стали уже поварами с высокой такой, в общем-то, буквы. Я думаю, что у них все впереди. И вот мы давно воспитываем свои кадры. Доверили школьникам не только кухню и хозчасть. Также ребята работают в местном центре здоровья, обеспечивают порядок в СПА-комплексе. Что нужно улучшить в организации летней работы наших школьников? По моему мнению, здесь все очень даже хорошо. Школьники оказались ответственными работниками и свои обязанности выполняют на отлично. Об отдыхе и не думают. Еще мы надеялись, что, видите, все, будете немножко работать и немножко отдыхать. Тем более, если один классный возражающий будет. В зале, там, 4 часа отработали, а потом в зале покупали в бассейне. Ну, у меня просто еще и тренировки, я не могу этого. Оказалось, что стажер Александр – вратарь молодежной сборной ФК «Сочи», которая уже совсем скоро открывает свой футбольный сезон. Анатолий Пахомов отметил, что развитию этого вида спорта сегодня в городе уделяется особое внимание. Главная задача, я думаю, что это задача не только города Сочи, а всей России сегодня действительно готовить свои футболисты. Фанаты должны в городе появиться. То есть, пока у нас такой среды для футбола, ее пока я не вижу. Ее нужно создавать. Создавать в городе нужные условия для подготовки молодых специалистов, подчеркивает мэр. Что же касается условий труда, то здесь они отвечают требованиям трудового законодательства несовершеннолетних. А главный показатель – это довольные лица ребят. Это прежде всего занятость наших детей. Второе – это возможность подзаработать немножко. Ну и третье – это еще и какая-то профориентация. Профориентация – это работа на будущее. Те детки, которые сегодня школьники, девятиклассники, одиннадцатиклассники, они будут выбирать скоро свой дальнейший жизненный путь. Для нас это очень важно. Судя по постановлению администрации города, в программе «Трудовое лето» должны быть заняты порядка двух тысяч школьников. Таким образом, еще порядка пятиста несовершеннолетних ждет с пользой проведенный рабочий месяц. Ставка на Розу Хутор. Сочинский горный курорт вошел в топ-лист основных претендентов на место на новых банкнотах в 202 тысячи рублей, выпуск которых планируется в 2017 году. В самом центре Розы Хутор высится изящная ратуша с часами. Многим она напоминает знаменитый сочинский вокзал. Эта символичная перекличка связывает воедино морской и горные кластеры Сочи. И буквально за несколько дней предложенный сочинцами символ вошел во второй тур отбора, преодолев порог в пять тысяч голосов. Выбор изображений для новых российских банкнот в 200 и 2000 рублей состоится 7 октября. До этого предложенным символам предстоит пройти еще два тура, включая сбор общественного мнения и финальное онлайн-голосование. В обращение новые купюры поступят в 2017 году. Я напомню, что Роза Хутор признан лучшим горнолыжным курортом России. В постолимпийский период здесь побывало более двух миллионов гостей, отмечают в пресс-службе городской мэрии. В Зимнем театре в Зале органной и камерной музыки, а также в Адлерском доме культуры проходит вторая волна конкурсов всемирных хоровых игр. А накануне в центре Сочи состоялся парад наций. О том, кто шел по главной улице с песней в нашем следующем сюжете. Все собрались для начала на театральной площади. Каждый коллектив старался презентовать себя самым необычным способом. Яркие национальные костюмы, эмоции и впечатления вокалистов – все это выливалось уже даже не в песни, а в танцы. Очень любим Сочи доброжелательных и гостеприимных жителей города. Вот такие участники хоровой олимпиады, которые не знают английского языка, не знают русского языка, но тем не менее они здесь с прекрасным, отличным настроением. Китайцы танцевали вместе с русскими, причем мелодии разных стран менялись через каждую минуту. Так что танцорам приходилось перестраиваться на ходу, да и было чему радоваться. Те, кто уже принял участие в конкурсе, хвастались успехами. Выступало более 150 хоров, и наш хор «Байсерек» взял золотую медаль. И мы выступали также в категории духовной музыки, и в этой категории мы взяли серебряную медаль. Для этих детей не то что приезд в Сочи и общение с журналистами большое счастье. Нас брали автографы, все бесконечно интересовались, когда их покажут по телевизору. Да и сами организаторы девятых всемирных хоровых игр не ожидали такого искреннего приема. Потрясающая, фантастическая обстановка в Сочи. Я в полном впечатлении от организации мероприятия, от людей, от теплоты, от гостеприимства Сочи. В городе Сочи сегодня очень много гостей, и все эти гости имеют возможность соучаствовать в этом празднике. Песни, хорового пения – это момент привлечения в город и все больших и больших туристов, которые наряду с тем, что они будут купаться и загорать на замечательных наших безопасных пряжах, кроме этого имеют возможность быть участниками тех мероприятий, которые они никогда в жизни больше не смогут увидеть, кроме как в Сочи. А посмотреть, как на ходу поют песни, собралось много горожан и туристов. Одни посещают гала-концерт, они проходят в ривьере и в парке Фрунзе, другие приходят на конкурс, чтобы поставить зрительские оценки. В параде нации принимают участие 148 хоров. Это профессиональные и непрофессиональные вокальные коллективы. Часть из них уже прошла конкурсное прослушивание, остальное только готовится. Но для них, для всех впервые шествие по курортному проспекту Сочи. От Зимнего театра до Южного молотоков был песенный маршрут по главной улице курорта. 5 тысяч человек, участников всемирных хоровых игр, шагали в едином душевном порыве. Праздник музыки продолжится до 16 июля. В Ледомо-Дворце Большой в субботу на церемонии закрытия на завод победителей 9-х всемирных хоровых игр. Глена Авсец, Надимир Даниловский, телекомпания «ФКТ». В шествии наций прошли все участники национального фестиваля народных культур и традиций «Солнце красное». Стартовало мероприятие 11 июля и завершится 16 числа благотворительным галоконцертом. Сегодня для любителей и профессионалов прошел мастер-класс от заслуженного деятеля искусств Кубани Ольги Чадаевой и народного артиста Российской Федерации Бедроса Киркорова. «Правильное дыхание – важная часть в жизни вокалиста, и начинать свой день нужно с зарядки легких». С этих слов начал свое выступление народный артист России. Бедрос Киркоров рассказал ребятам, какие нужно выполнять упражнения для голосовых связок, как правильно питаться и даже поведал о народных способах избавления от насморка главного противника певцов. Во время мастер-класса некоторые участники фестиваля впервые услышали термин «белый звук» и попытались распеться. А все потому, что на фестивале собрались не только профессионалы, но и новички, которые только знакомятся с интересным миром музыки, в частности, народной. «Основная цель у педагогов и у руководителей хоров и так далее должна быть так, чтобы сейчас мы не увлекались очень много зарубежных песен. Чтобы мы пропагандировали именно наше национальное, русское, белото-ахасское, белото-узбецкое, таджикское национальное самобытное искусство. Потому что мы не должны забывать свои корни». Фестиваль «Солнце красное» ратует за сохранение и развитие национальных культур народов России. Помогать постигать вокальные азы и совершенствовать свои умения молодым артистам будут эксперты исполнительского искусства народного жанра. Завтра мастер-класс проведет заслуженная артистка и художественный руководитель фестиваля Олеся Евстигнеева. «Наша цель основная – это привлечение артистов разных жанров к исполнению народной музыки. У нас задача, чтобы в рамках нашего фестиваля были также вокалисты, танцоры, исполнители, музыканты. Чтобы это было достаточно разнообразно, интересно и, конечно же, абсолютно народным колоритом». Помимо насыщенной программы мастер-классов и невероятных впечатлений от города, все участники получат почетные дипломы национального фестиваля. Завершится он благотворительным галоконцертом, который состоится в пятницу в 13 часов в Доме культуры «Юбилейный». Организаторы намерены проводить такие встречи ежегодно. На сегодня это все новости. Завершаем выпуск информации от наших партнеров. Сеть салонов ткани для дома предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье и пошивштор на заказ. А все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Инга Габеша. Всего вам самого доброго и до свидания.